Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события из жизни проекта! Это никогда не закончится! Не успели зрители Дома 2 обсудить новости о новой пассе Алексея Адеева, которая оказалась чересчур ревнивой и устроила потасовку, как участник Дома 2 признался, что жить не может без своей Анюты. Адеев бросил свою девушку ради отношения с Брянской, и хотя Анна не собирается его прощать и нашла себе нового парня, у него теплится надежда, что она изменит свое решение. Что же может сделать Адеев, чтобы Брянская его простила, бросила свои гулянки и поездки на отдых и согласилась вместе с ним заниматься новым кулинарным проектом? По мнению Надежды Ермаковой, Адеев должен прийти к Анне с повинной, измениться в лучшую сторону, перестать ее ревновать и при всех поливать грязью. Возможно ли это, после того, как он привел в периметр Дашу, которую затем проводил к воротам? Подруги Брянской заметили, что Адеев сначала говорит, что любит Аню, а через полчаса называет ее Шей Б, толкает и ругается. Проходит еще полчаса, и Адеев мило разговаривает и зовет ее есть пиццу или обнимает по углам. Одним словом, издевается. В связи с этим у Брянской окончательно сдали нервы, и она уверена, что Адеев придумал план, согласно которому он будет выживать ее с проекта. А разве она не к нему приходила на Дом-2? Не получилось у Ани построить отношения с Лешей, будет дальше продолжать проектный путь или все-таки помириться с Адеевым? Многие участники телестройки, узнав о поощрительном презе в рамках конкурса «Человек-года» заговорили о своих мечтах, к примеру, выпустить сборник стихов, как Надя Ермакова, или открыть центр реабилитации для колясочников, как Даниил Чистов, или увеличить бюст, как Настя Рейнашвили. А вот Настя Бигрина за счет Дома-2 хочет решить проблемы со здоровьем. Ей всего 22 года, но уже требуется провести полное обследование организма. Бигрина, рассказывая подписчикам о своих мечтах, говорит, что в первую очередь ей необходима лазерная коррекция зрения. Также она хочет провести обследование организма и сдать множество анализов. Еще Настя собирается поставить брекеты и выровнять зубы, а если останутся средства после траты малинок, то она хочет записать мини-диск с песнями. Кто бы мог подумать, что Бигрина еще и поет. Просто вторая Маргарита Овсяникова. Язвительные зрители Дома-2 советуют Насте не распыляться, а купить, если ей дадут деньги, профессиональную камеру, чтобы после проекта зарабатывать на жизнь и учебу старым проверенным способом, о котором участникам запрещают говорить в эфирах. Некоторые зрители считают Бигрину притворщицей, замаскировавшейся под хорошую девочку. Будет ли разоблачение Насте? Позволит ли Кристине Бухенбалте разоблачить соперницу? Почему Ермакова берет на скандальный проект участниц без правки? Беременная Ксения Задойнова хвастается фигурой в купальнике. Ксюша и Саша Задойнова почти два года не могли зачать ребенка. Пара обошла несколько перинатальных центров, но все попытки были неудачны. И вот в начале лета случилось чудо. Женщина забеременела и уже находится на четвертом месяце беременности. У бывших участников Дома-2 будет мальчик. Беременная женщина – самая красивая. Пока Кристина Бухенбалте в своем микроблоге делает вид, что до сих пор находится в одиночках, пришли иные вести с поляны Дома-2. Она уже живет вместе с Женей Ромашовым, убедившись, что в одиночках в периметре у нее нет шансов на обсуждение и пиар совместной песни. Об этом рассказала под воздействием горячительного Вилена Саидова. А новость моментально стала достоянием публики. Тем более, что роли при расставании Кристины и Жени сыграли плохо. Юлия Белая на телепроект категорически отказалась возвращаться. А в одиночестве настроившая против себя не только всех девушек, но и их парней Кристина Бухенбалте не имеет никаких шансов получить эфирное время и воплотить в жизнь своей надеждой выиграть конкурс «Человек-года» или хотя бы еще раз задержаться на поляне Дома-2. Посмотрим, как преподнесут примирение этой пары в эфирах реалити-шоу или обрадовались только их фанаты, а вовсе не большинство зрителей. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта шлок. После скандала с украденным архивом семейных фото бывшие участники Дома-2 решили не скрывать своего ребенка. Ира Пинчук призналась, что испытывала некоторые облегчения, потому что ей нет нужды прятать лицо малыша, поворачивать его в сторону, убирать из сторис и видео, чтобы не засветить личико. Пинчук и Чабанян опубликовали фотографии своего сына, которого поклонники пары сразу же признали симпатягой. Ира также написала в сторис, что текст к фотографиям не опубликовался, потому что она выставила его отдельно. Мальчика назвали Давидом, он милый, капризный, но очень любим родителями. Пинчук все еще жалуется на то, что ребенок плачет по ночам, плохо спит. Ранее уже были новости, что врачи нашли причину его беспокойства, но Ирина и Рай Чабанян надеются, что вскоре они справятся с проблемой. На кого же похож маленький Давид на маму или на папу? Пишите комментарии. Уже ни для кого не новость. Ссора Ольги Рапунцель и Алены Савкиной. Несколько недель назад сестры совсем перестали общаться, а пока Алена и даже сама Оля хранят молчание, Дмитрий Дмитренко активно подогревает слухи и сплетни на этот счет. Родственницу Дима обвиняют в предательстве, причем только пару дней назад стало известно из-за чего. Выяснилось, что речь идет об отношении Савкиной с врагами Читы Дмитренко. Впрочем, даже это вряд ли дает право фанатам Рапунцель оскорблять и тем более проклинать ее родную кровь. Шокированная Алена не стала молчать и слила в сеть переписку, из которой становится понятно, какие проклятия сыпятся на ее голову. Вон так поклонники Рапунцель желают Савкиной родить ребенка с отклонениями. При этом одна из фанатов Оли уже навела порчу на молодую мамочку и ее будущего малыша. С тех пор, как в сети появились новости об участии ведущей телепроекта Дом-2 Ксении Бородиной в популярной передаче Первого канала, зрители реалити-шоу начали сомневаться в успехе данного эксперимента. Смысл проекта в том, что звезды шоу-бизнеса пробуют свои силы на льду в паре с профессиональными фигуристами, но для этого им нужно сначала проявить себя на тренировках. На фоне обсуждений предстоящего шоу появились слухи, что участие Ксении Бородиной в ледниковом периоде под вопросом. Все началось с того, что фигурист Дмитрий Соловьев, в прошлом сезоне восхищавшийся работоспособностью и самодачей Бузовой, не смог в интервью журналистам рассказать о шансах его пары с Бородиной на победу. Более того, говоря о дуэте с телеведущей, он заметил, что пары еще не утверждены, а на начальных этапах подготовки к прокату мало кто может себя проявить. Сейчас рано давать комментарии, мы пока не утвердили пары. Что касается Ксении Бородиной, мы только начали пробовать учиться. Кто-то проявляет себя ближе к середине проекта, кто-то к финалу, говорит скептически настроенный Соловьев. Почему у него появилась такая реакция на сотрудничество с Бородиной? Возможно, потому что Ольга Бузова артистичная и спортивная и много времени посвящает танцам и тренировкам. А Ксюша Бородина, мягко скажем, далека от спорта. Да и будет ли Бородина выкладываться на занятиях и тратить свое свободное время на обучение азам фигурного катания? Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.